Добрый день всем, дорогие дамы и господа, в основном дамы, конечно, дорогие девочки. Сегодня будет у нас видео о шапках, шляпах, в основном о шапках, потому что, на самом деле, зима еще в самом разгаре, хотя все, ну очень многие, вернее, блогеры уже снимают весенний вердероб, тренды весны и все такое, но, если честно, в моей голове еще весна совершенно не пришла, у нас очень-очень холодно на улице. Если вы слышите какие-то странные звуки и забывания, то это забывание ветра за окном. Я большой любитель шляп, не очень большой любитель шапок, но зимой, если честно, при наших морозах и ветрах в шляпах не походишь, хотя я вам покажу парочку шляп моих, которые я ношу в основном осенью или весной, не так уж зимой, но тем не менее я вам покажу, а в основном-то мы ходим тут в шапках вязаных, шерстяных и просто, если очень-очень холодно, то надеваем сверху капюшон и пуховика. Все, давайте я начну. Так, эти шляпы я их оставлю на потом. Тут у меня есть зеркало, я буду в него подглядывать, когда я буду примерять свои шапки, потому что телефон у меня плохо видно, чтобы у меня просто волосся не выглядеть совсем же. Так, ну что, давайте начнем с самых моих любимых шапок, которые я больше всего ношу и, в общем-то, они у меня больше всего в воду. Так, первая шапка. Значит, да, сразу хочу сказать, по утверждениям наших стилистов, шапки с помпоном вышли из моды. Также по утверждениям наших стилистов из моды вышли шапки, которые имеют какую-то там аппликацию, цветочки, вышивку и так далее. Я не следую моде в шапках. Я ношу то, что мне нравится, то, что мне идет, по-моему, у меня есть. А мода это такое дело, знаете, сегодня пришло, завтра ушло. И вообще я не люблю вот это вот все. Я люблю носить то, что мне нравится и то, что мне идет, а то, что мне там говорят с экрана, я прошу прощения. Я, значит, поэтому ношу, вовсю ношу шапки с помпоном. Первая шапка – это шапка шерстяная серого цвета. Очень удобный цвет, она подходит абсолютно ко всему. Так, значит, шапку эту я ношу таким вот образом. В принципе, ее можно носить по-разному. Мне почему-то нравится именно вот такой вот вариант, когда она у меня немножко так вот спущена назад, и вот так вот у меня помпон болтается внизу, а не торчит тут кверху. В принципе, ее можно вот здесь вот завернуть и носить так, чтобы помпон будет торчать. Кстати, мы сейчас попробуем это сделать. Не знаю, мне она нравится. Хороший цвет, она очень теплая, ко всему подходит. Мне тоже, кажется, подходит. Вообще-то говоря, я шапки не люблю, потому что шапки, мне кажется, не идут моему лицу. Ну, я когда-то вообще их не носила, но с тех пор, как я живу в Канаде, я, конечно, их ношу, потому что, ну, здесь без шапок, ну, затруднительно нажить. Так, давайте, может быть, мы попробуем завернуть ее. Я вам покажу, как это выглядит. Вот, если завернуть. А вы мне скажите, может быть, так будет лучше? И таким образом я поменяю свою манеру ношения этой шапки. Знаете, что? Я сейчас так померила и поняла, что, возможно, так даже лучше это выглядит. Как вы думаете? Жду ваших комментариев и жду вашего мнения. Как вы считаете, лучше носить первый вариант, как я ее носила, или вот сейчас вот так вот, когда у меня помпон торчит кверху, и отворот я завернула. Так, переходим к следующей шапке. Все абсолютно, что сейчас не модно. Помпон, вышивка. Очень старомодная шапка, но я ее люблю, потому что мне она нравится, мне кажется, она мне идет. Тоже шерстяная шапка. Made in Italy, между прочим, написано на ней. 50% шерсти, что-то немножко альпаки, немножко вискозы, в общем, немножко синтетики. Ну, такой хороший состав, тоже очень теплая шапка. Хороший такой помпончик. Значит, эту шапку я тоже ношу вот таким вот образом, тоже помпончиком кверху. И мне кажется, белый цвет, он молодит и освежает. Да? Молодит, освежает. Видите, как я помолодела? Помолодела и посвежела, сразу как только я ее надела. Кстати, подходит к моему свитеру, да? Вот такой лыжный комплект. Ну, вот так вот она выглядит. Вся вот эта вот вышивка и все вот это вот. Мне это нравится, мне кажется, это красиво, женственно. Наверное, не модно, но... Мы тут не про моду, мы тут про красоту. Что не всегда одно и то же. А я бы даже сказала очень часто, совсем не одно и то же. Особенно современная мода. Кстати, ее тоже, может быть, можно так вот немножко завернуть, сделать ее немножко от ворот поменьше. Давайте попробуем. У нее, правда, что единственное, здесь внутри сильно не завернешь, потому что здесь вот очень близко пришита этикетка. и поэтому не совсем удобно, но... Так. Вот таким вот образом я немножко завернула от ворот, таким образом сделала ее немножечко... Меньше, так скажем, да, что она меньше топчит. Вот тут вот тулья или как это называется. Ну, в общем, вот таким вот образом. Такая шапка. Следующая немодная шапка. В ней находится один немодный элемент. Это аппликация вот здесь вот. Нет пумпона. А так бы она была бы совсем немодная. А так она немножко немодная. И вот эта вот форма, наверное, уже вышла из моды. Но я тоже ее люблю, потому что я девочка. Киньте в меня камень. Кто скажет, что я мальчик? И мне нравится эта аппликация. Мне, опять же, кажется, что это женственно, это нежно, это красиво. Если носить это с современным пальто, понимаете, тогда мне кажется, что вполне-вполне такие шапки имеют место быть. Потому что, когда нам показывают, что такие шапки больше не в моде, все стилисты, они обычно показывают фотографии, где девушка стоит в такой шапке. У нее такой же шарф с такими же цветочками, такие же варежки с такими же цветочками. На ней одето приталенное пальто, подпоясанное поясом, такая раскрешенная юбочка. Знаете, вот как носили это в, там, в десятых годах, по-моему, нашего нынешнего столетия. И тогда это выглядит действительно как-то не модно и не современно. А вот если просто надеть вот эту вот одну шапку и какой-нибудь версайдный пуховик, или там, не знаю, искусственную шубу Тедди, или что-то такое, и надеть вот эту шапку, мне кажется, что вполне вы будете выглядеть современно. Давайте мерить. Короче, взял у меня долго ее нахлобучить на свою голову, как-то ее привести в божский вид. Ну, в общем, вот таким вот образом она выглядит. Что хочу сказать, что она тоже хорош с такой серого цвета, и вот эта вот аппликация такая, знаете, здесь разного цвета цветочки, очень такая яркая, довольно такая спокойная. В принципе, можно ее комбинировать со многими там шарфами, пальто и прочее, потому что у нее довольно такая, знаете, здесь спокойная гамма, и очень ко всему, очень ко многому, вернее, может подойти. Так, следующая шапка тоже вышедшая из моды, но когда-то я ее купила, мне она очень понравилась. Несколько лет назад были в моде шапки из такой очень крупной, очень-очень крупной вязки, очень таких ярких флоресцентных цветов. Я купила эту шапку, с тех пор она вышла из моды, тоже по утверждениям всех наших стилистов, но я продолжаю ее носить, во-первых, потому что мне очень нравится ее цвет, во-вторых, потому что мне очень, ну, мне, ой, такая безлохматилась, конечно, девочки, простите меня, но вы понимаете шапку, снял одел, прическу, это не украшает. Да, так вот, и мне нравится вот эта крупная вязка. Я не знаю, почему, но мне нравится вот эта идея шапка такой крупной вязки. Единственное, что в ней как бы много вот дырок, то есть вот эта крупная вязка, это, в общем-то, большие дырки в этой шапке, поэтому на сильный мороз, сильный ветер ее носить не очень, а вот на такую погоду, средней холодности, вполне можно. Давайте будем примерять ее. Мне кажется, что вот эта крупная вязка, она дает какой-то объем вот здесь вот голове, потому что, в принципе, когда вы одеваете шапку, которая такая сильно приплюснутая, у вас как-то стягивается голова, и она становится такая маленькая, и немножко такая дурацкая. А в такой шапке, знаете, крупная вязка, она делает здесь объем, и я ношу вот так вот, что сзади она у меня немножко свисает, таким этим петушком, да, так это называется. И вот ношу ее, не знаю, нравится она мне, несмотря на то, что она считается вышедшей из моды, и не модная, но мне тоже нравится очень этот цвет розовый, мне тоже кажется, что он меня очень освежает. Плюс ко всему, у меня есть бордовое пальто, и вот здесь вот есть бордовая полосочка, я с бордовым пальто, и розовый с бордовым, неплохо выглядит, и я, в общем-то, с бордовым пальто его ношу при великим удовольствии, несмотря на то, что шапка считается не современной, не актуальной, но мне она нравится. здесь если честно тоже я знаю такие шапки тоже делают так заворачивают давайте попробуем заворачивают край вы знаете что мне кажется до уходит бордовый цвет а мне именно такой вот этот бордовый сиреневый цвет здесь нравится потому что если я заверну и это он уйдет но все равно давайте померем если ее завернуть вот этот вот сиреневый бордовый мне кажется что он как раз как раз остается у лица и тоже совсем неплохо дальше у нас пойдут два берета которые если честно я ношу очень редко потому что берет я не люблю мне кажется перед они не идут я купила свое время и мне кажется они не делают такую бабушку-бабушку и я не хочу быть бабушкой-бабушкой поэтому я их не ношу но покажу вам подождите до беретов я забыла еще одну шапку у меня есть еще одна шапка я называю шапка мономаха она тоже здесь вязаная тоже там по-моему она made in Italy или что-то такое шерстяная ой я сейчас без очков и не прочту но неважно здесь тоже помпончик здесь вот этот кролик и здесь шерсть и она тоже такая прикольная знаете мне нравится потому что она необычная интересная очень интересная прикольная шапка очень по-моему такая знаете своеобразная необычная это кролик я говорил да и помпончик тоже кролик ну такая вот в ней кстати очень тепло потому что вот здесь вот мех вот этот вот он греет уши и он греет все я и ношу когда очень плавно на самом деле да теперь берет все пойдемте по беретам первый берет у меня ну вы сами видите да animal print анималистичного принта из H&M купила тысячу лет назад потому что он мне очень понравился наношу очень мало вот представьте себе что вот такую расцветку на самом деле очень трудно единственное с чем я его ношу у меня есть черное пальто вот в принципе с бежевым поэтому мне кажется что это как-то будет не знаю не нравится сейчас мерим мерим берет так что хочу вам сказать береты хороши тем что их можно носить и так и так и так и эдак и как хотите и в общем как вам нравится крутите его по голове по всякому по-разному ну вот этим они хороши это собственно любую шапку вы видели можно у меня тут летает пух если вы его видите это вот у меня всех вот этих вот шапок от меха от в общем не образует внимание еще один у меня есть берет бордовый с такими металлическими точечками как будто бы горошком ну цвет бордовый что надо его подбирать в каком-то пальто не не совсем можно надеть и опять же зимой это не вариант больше такой весенний осенний вариант тоже нужно так 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 всяк хотите лично мне кажется что береты мне как-то не очень я выгляжу какой-то бабулинцы ну не знаю имею и нашу очень редко так и теперь две шляпы мои любимые шляпы давайте покажу одну шляпу я вам уже показывала это совершенно обыкновенную такая черная шляпа как-то с ней делала примерки и мерил ее говорил что ну как это стало не маловато говорила что надо озаботиться покупкой шляпы я если честно озаботилась но не нашла ничего подходящего сейчас вообще все магазин закрыты покупать онлайн шляпу это вообще невозможно не надо взять намерить таким образом осталась я с этой шляпы ничего нового я не нашла ну вы знаете что сейчас она мне кажется уже маленькой и то у меня голова усохла и то игры разума какие-то мои значит да вот ее тоже можно носить по-разному обыкновенная черная шляпа очень хороший фасон хорошо держит форму поля и в общем ее можно так немножко больше натянуть на лоб немножко меньше можно носить его таким вот образом таким знаете туда откидывать назад в общем черная шляпа тоже очень удобно очень по всему подходит абсолютно универсальная и вторая шляпа это шляпа такая мадамочки брошкиной у нее очень интересная форма если вы видите она сделана собственно вот эта тулья здесь очень красивая вышивка с аппликацией купила я сто лет назад тоже нежно люблю и обожаю у нее такая странная форма с одной стороны загнута поле а с другой стороны опущено сама про себя и называю марлет дитрих такие у меня ассоциации не я не я шляпу марлет дитрих такие у меня с ней возникли ассоциации ну такая шляпа конечно не не каждый на день не каждому подойдет не на каждый день она такая с претензией немножечко но в принципе иногда я ее надеваю не часто довольно долгое время хотела ее расхламить потому что ношу ее очень редко но и рука не поднялась потому что уж больно она интересно необычная вот эта аппликации форму вот это вот ее такая нравится нравится мне она на сегодня все девочки надеюсь вам понравилось было интересно и люблю целую пишите мне комментарии что вам понравилось что вы думаете по поводу шапок шляп носите не носите какие вы больше любите какие вы не любите какие вы считаете что пора выбросить а какие вы считаете что еще вполне поможет мы все увидимся следующем видео Люблю тебя. Пока-пока.